Сегодня улица Алма-Атинская это целый район ресторанов, гостиниц, автомоек и саун. Хотя по документам на этой земле можно разве что возделывать огород. Зона Р-5 подразумевает только дачные участки и коллективные сады. Выходит, вся улица занимается бизнесом незаконно. Однако в последнее время предприниматели задумались о легализации. Предлагают перевести землю в зону С-2. Она разрешает строительство коммерческих предприятий. С этим сегодня и пришли к главе Самары Олегу Фурсову. В данный момент вдоль улицы расположены предприятия сферы услуг, которые пользуются популярностью жителей города. Это 53 предприятия малого бизнеса, в которых работает порядка 722 человек. Камнем преткновения в этом проекте оказалась так называемая красная линия, то есть линия застройки. Предприниматели считают, что данные генплана устарели и линию можно перенести. Однако это сделают улицу уже. В администрации города не согласны. Там опасаются, что в будущем это навредит всему району. Данная позиция нашла свое подтверждение в соответствующих письмах Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области, в которых было указано, что сужение красных линий в дальнейшем может воспрепятствовать ее реконструкции, развитию транспортных связей между жилыми и промышленными районами и центром города. Чтобы принять взвешенное решение, необходимо изучить все стороны вопроса, подытожил глава города. Кроме того, предприниматели должны навести порядок на своих предприятиях. Мое решение такое. Никаких красных линий их переносить мы не будем на сегодняшний момент. Я блокирую все эти решения, поэтому они не принимаются. Но и прошу очень вас навести порядок в всех предприятиях, которые вы представляете. Значит, что это значит? Это значит, что вы должны платить налоги, не только земельные, но и налог с прибыли. Это должен быть порядок в трудовых отношениях с людьми. Олег Фурсов поставил задачу профильным ведомствам все вопросы отработать. Срок – месяц после совещания, где и будет принято решение. А пока владельцам кафе, гостиницы «Автомоек» на Алматинской дано время привести бизнес к требованиям закона. Валерия Макарова, Константин Головин. События.